Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из полного собрания сочинений и протерея Иоанна Кронштадтского После крещения в реке Иордане от Иоанна и после искушения в пустыне дьявола Иисус Христос торжественно явил Себя миру, начав проповедовать Евангелие Царствия Божие и творить бесчисленные чудеса на благодеяние бедствующим людям Первое слово Его грешным людям было слово покаяния и приближения Царства Небесного Иисус начал проповедовать и говорить Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное Ибо какое могло быть первое слово от Спасителя грешникам как ни слово покаяния и строгом искреннем самоосуждении и признании полнейшей виновности пред Всесвятым Богом И какое слово прежде всего могло быть обращено к безмерно удалившимся от Бога и жизни Его, правды Его как не радостная весть о приближении к Ним Царствия Божия Ибо что такое Царствие Божие? Это то же, что Царство Христов или Сам Христов пришедло и воплоти Царство правды и святости мира и радости в Духе Святом Прощение грехов, сыноположение или усыновление нас грешным через веру и крещение и прочие таинства Богу Дерзновение пред Богом Удаление от всех земных пристрастий и презирания горе к Богу Горячая любовь к Богу и ближним Сила и власть на страстях и над демонами Строящими непрестанно козни над людьми И ищущим вернуть их во всякие грехи и погубить их Царство Божие есть непрестанное восхождение от добродетеля к добродетели От земли на небо, от тления к нетлению, от смерти к бессмертию От временно исчезающей жизни к жизни конца не имеющей Так как мы и вначале были созданы бессмертными по душе со способностью к бессмертию И по телу, и уклонились смерть, пагубу, в тление, по своей вине, через грех, через бездну грехов наших То ясно, само по себе, что когда нам дана опять возможность к оправданию Освящению и бессмертию во Христе Наше оправдание должно совершаться через покаяние во грехах Через непрестанное покаяние Сколько раз падаешь грехи, столько и встань через покаяние и спасешься, говорит пророк Покайтесь Без покаяния невозможно удостоиться Царствия Божия Надо искренне судить себе все худое, противное Богу Искренне возненавидеть всякий грех, всякую страсть, всякую злобу, всякое земное пристрастие И тщательно удаляться от зла Тогда Господь, видя в нас борьбу со злом и любовью к добру, поспешит нам Воссоздаст в нас подобие свое И с благоволением, как все благие и любви обильные, вселится в сердца наши Кто любит меня, кто слово мое соблюдет И Отец мой возлюбит его И к нему придем, и обитель у него сотворим Так приближается к нам Царствие Божие Оно приходит к нам, вселяется в нас через искреннее покаяние и исполнение воли Божией Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное Царство Небесное, или благодать Христа Спасителя нашего Во время земной жизни нашей повсюду тайно и явно следует за нами И готовы вселиться в нас, в наше сердце Если найдет в нас самих расположение и готовность к Нему Все стою у дверей сердца и стучу Если кто услышит голос мой, отворит дверь Войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною Откровение 3.20 Говорит Господь Благодать везде, во всякое время ищет спасение грешника Ибо дорогою ценою куплено спасение наше Коринфянам 6.20.7.23 Оно с тобой и дома в единении тайно озаряет твой ум, твое сердце По временам располагая его к покаянию или к благодарности За бесчисленные благодеяния Божии Она беседует с тобой в пути и стучится к тебе И в общественных собраниях, и при твоих трудах умственных и физических И везде готова открыть тебе свои святые материнские объятия Только бы ты опомнился, очувствовался, уверовал, смягчился, просветился И многих, многих спасает тайно и явно благодать Божия Извлекая из бездны грехов различными одному Богу известными способами Так близко к нам всегда Царствие Божие И так удобно нам везде спасение, если только мы желаем жить по вере И дорожим своим спасением Господь наш Иисус Христос через свое воплощение Через свое житие на земле Через свое учение, страдания, смерть, воскресение И вознесение на небо излиял на землю Или лучше на Церковь Всю бездну своей благодати Просвещающий, милующий, очищающий, освящающий Обновляющий, утверждающий Руководствующий, спасающий Излиял Церя целое море благодати Приходи всякий и черпай воду спасения сколько хочешь Почерпите воду спасением от источника спасения Исайя 12.3 Вопьет пророк Верующий в меня, говорит Господь, потекут и черева реки воды живой Иоанн 7.38 Таковы были Златоуст, Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов Которые источили реки учения благодатного Теперь, во времена Новозаветные, не то, что во времена Ветхого Завета И видимое знамение, и в местилище Царствия Божия, храму Божию находятся везде и повсюду Они помещаются даже в общественных, иногда и в частных домах у людей знатных Царствие Божие водворяется, так сказать, подкруглить домов наших Чего удобнее? Приходи и почерпай благодать спасения обильно текущей у Церкви Пользуйся благодатью покаяния Приступай с умилением и с дерзновением к Тайнам Христовым Поучайся в храме и дома догматам и таинствам веры Слушай и читай Писание, пой, словословь, благодри Господа Глаголющая себя в псалмах и пениях и песнях духовных Ефесянам 5.19 И вот ты в Царстве Божьем и в тебе Царствие Божие Я с вами во все дни до скончания века, говорит Господь Матфея 28.20 И Он действительно с нами всегда, на всяком месте, слышит, милует, спасает нас Очищает грехи, освящает, оживотворяет и исцеляет недуги Избавляет от козни дьявольских, помогает в трудах, утешает бедных, скорбящих, болящих Или сам невидимый, или через своих святых, или через добрых людей Всех милует, но и всех обличает, вразумляет и наказует Как Бог и Судья праведный, испытывающий сердца и утробы Салам 7.10 Так близко Царство Божие, Царство Небесное на земле Оно с нами живет, в вере наше стучится К желающим и кающимся входит И приносит в свои чистые, нетленные, желтворяющие блага Правды, мира и блаженству духовного Но если к нам так близко Царство Небесное То готово всегда нас объять, в нас селиться То мы безответны будем пред Богом, если удалимся сами от Царствия Божия Если дерзко рукою отриним его от себя Бог поругаем не бывает, Галатам 6.7 Страшно же, некое чаяние суда и огня, ревность, готово пожрать противников Еврея 10.27 говорит апостол Павел Братья, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное Аминь